Седьмой класс, 27 серия. Решение задач. Задача первая. Сколько четырехзначных чисел можно составить из различных четных цифр? Цифры в записи числа не повторяются. Четные цифры 0, 2, 4, 6, 8. На первом месте можно записать любую четную, кроме нуля. Потому что четырехзначные числа с нуля не начинаются. Четыре возможности. На втором месте можно 0, но нельзя ту, которая уже записана на первом месте. Значит, четыре возможности. На третьем месте любую из трех оставшихся. Потому что нельзя те, которые уже записаны. И на последнем месте любую из двух оставшихся. Перемножая возможности, получаем ответ. Таких чисел 96. Задача вторая. В трехзначном числе зачеркнули среднюю цифру. Полученная двузначная оказалась в 7 раз меньше трехзначного. Найдите трехзначное число. Обозначим это число за АВС, где А сотен, В десятков, С единиц. Если зачеркнуть среднюю цифру В, то получится двузначное АС, где А десятков, С единиц. И если это двузначное умножить на 7, то получится трехзначное число. Итак, А сотен, В десятков, С единиц. Если умножить двузначное на 7, получится 70А плюс 7С. А, В и С – это цифры трехзначного числа. Надо рассмотреть разные возможности. А не может быть равно нулю. Равенство будет верным только в том случае, и можно будет подобрать такие значения для букв, только в том случае, если В равно нулю. Если В равно нулю, получаем из этого равенства 5А равняется С. Значит, А – один, С – пять, АВ – ноль. Значит, это число 105. Задача третья. В бассейне три трубы. С помощью первой бассейн наполняется за 8 часов, с помощью второй – за 6 часов, а с помощью третьей – вся вода из бассейна выливается за 4 часа. Какова прибыль воды через час при совместном действии всех труб? Итак, первая наполняет бассейн за 8 часов. Значит, за 1 час наполняется 1,8 часть бассейна. Вторая труба тоже наполняет бассейн. За 1 час – значит, 1,6 часть. Значит, надо сложить. А затем надо вычесть 1,4, потому что из третьей трубы вода выливается. За 4 часа вся вода из бассейна выливается. Вот с помощью этой третьей трубы. Так, значение этого выражения – 1,24 часть. Значит, прибыль воды в бассейне через час – 1,24 всего бассейна. Задача четвертая. Для 50 туристов приготовлены 5-местные и 4-местные лодки. Сколько 5-местных лодок, если все туристы разместились в 11 лодках и свободных мест не осталось. Обозначим число 5-местных лодок за х. В каждой 5-местной сидит по 5 человек. Если 5-местных х, тогда 4-местных 11 минус х. В 4-местных по 4 человека. Все туристы разместились. Значит, значение этой суммы – 50. Решая уравнение, находим х. Х равен 6. Значит, было 6 5-местных лодок. Задача пятая. Сколько способов обозначить вершины треугольника, используя буквы А, В, С, Д? Вершины треугольника обозначаются заглавными латинскими буквами. Так, ну, давайте посмотрим, сколько возможностей обозначить вот эту вершину. Можно выбрать любую букву из четырех. Например, выбрана буква А. Значит, сколько возможностей для выбора буквы для этой вершины. Значит, А уже нельзя. Значит, можно обозначить буквами В, С или Д. Например, выбрана буква В. Значит, для третьей вершины только две возможности, потому что А и В нельзя. Значит, остается С или Д. Ну, допустим, С. Так. Значит, перемножаются возможности. Сначала было четыре возможности, потом три и потом две. Значит, сколько же всего способов? Вот значение этого произведения 24. Значит, 24 способа. которые применяются в принципе? Вот это результат. То есть и в принципе. И вот в режиме. как вам Windows, tr melody, Продолжение следует? Но мы не знаем, будуho于 здесь. Надо supersede. То есть Essen. Продолжение следует...